Вот такой звук с петлички Sennheiser, вот такой у нас черный фон, вот такое изображение и передо мной стекло. И специальный пульт, при помощи которого я начал эту запись, не подходя к камере. Что еще есть? На стекле можно писать флуоресцентным маркером. И изображение, оно как видите сразу же зеркалится. То есть съемка через видеокамеру, по HDMI идет на системный блок и в общем система и специальный соспец сразу же зеркалит это изображение. Цвет маркера может быть такой, есть еще пульт от самой доски, от самого стекла, когда надпись может быть не только красным или белым, а например зеленым. Также есть другие цвета, например, вот это у нас уже будет желтым светить и есть конечно же красный. То есть это специальное стекло, при помощи которого получается такая цветная эффектная надпись. Специальными флуоресцентными маркерами и RGB подсветкой. Дальше, как это все стирается, да, достаточно легко. Мы просто используем тряпочку, либо используем бумажное полотенце и надпись очень-очень-очень легко у нас стирается. Когда у нас вся доска исписана, у нас же студия автоматическая, то есть процесс съемки здесь автоматизирован. Я один нахожусь в студии, там снимается вторая камера, здесь основная. И когда у нас слишком много на доске написано, мы стираем с доски вот таким вот способом. Тут что-то лишнее получилось. В общем, что еще? Давайте двигаться дальше. Сейчас сотрем быстренько с доски и продолжим. Выключим вообще эту подсветку, чтобы она нам не мешала, нас не отвлекала. Таким вот способом. Итак, дальше. Дальше наш логотип. Я нажимаю кнопку, появляется логотип. Можно управлять, ну, собственно, слайды презентации, они автоматически вставляются в видео. Ну, такие у меня картинки подготовлены, и они вставлены сюда без монтажа при помощи вот этой системы. Я вижу их перед собой в мониторах. Вот тоже слайд презентации. Но можно слайды включать пультом, им же начинать устанавливать съемку, а можно сенсором. Например, вот так вот. Бам, бам, бам. Здесь я также вижу, от вас это скрыто, что запись идет уже 2 минуты 50 секунд. Вижу эквалайзер со звуком и вижу следующий слайд. И, собственно, картинки, ну, можно, в общем, взаимодействовать с презентацией вот примерно таким образом. То есть брать какой-то объект и двигать его. Так, вот так и вот так. Так, да, берем вот эту гифку, и возьмем ее, пододвинем, и возьмем огонек, и поставим его, например, вот сюда. Презентация сюда загружается, это обычный PowerPoint. Фон автоматически вырезается, и мы можем прямо на презентации что-то показать. Обратите внимание, что смотрю прямо туда же, куда и вы, а не вон туда или куда-то вниз. Я смотрю туда же, куда и вы, соблюдается визуальный контакт. Что еще круто, при треоральном касании появляется панель инструментов, и я могу рисовать прямо на презентации, ну, какие-то что-то обвести. Тут я не знаю, давайте тут стрелочку нарисуем, да, а вот это вот слово подчеркнем. Да, можно выбрать другой цвет, например, зелененький. И вот здесь вот что-нибудь обвести. Ладно, не суть. Все, что мы нарисовали на этом слайде, оно остается на нем. Давайте дальше, значит, какие еще возможности, какие еще инструменты есть. Чтобы все стереть, мы можем той же самой тряпочкой брать, как бы и стирать. Да, давайте вот. Ну, давайте еще что-нибудь напишем, чтобы показать прямо. Давайте оранжевым. Вот цветом моей кофты напишем слово ви-де-о. Во, во. И мы берем, собственно, по помощи этой тряпочки и стираем. И вот так вот стираем. Той же тряпочкой, с которой мы включали сенсор. Ну, и можно разом все удалить при помощи инструмента корзины. Еще ластик и еще несколько инструментов. Собственно, как я уже показал, инструментом стрелочка, мы можем двигать наши слайды. Да, чтобы увеличить объект, мы используем инструмент, разработчики его называют картам. И, собственно, вот здесь вот можем что-то близко уже показать. Да, и, конечно же, прямо на презентации что-нибудь нарисовать. Ну, давайте здесь поставим циферку 3. Плохо, плохой почерк у меня. Дальше. Слайдом презентации может быть сайт. То есть он прямо сейчас загружается из интернета, и вот в этом режиме стрелочка мы можем его скроллить. Вот это наш сайт. На сайте прямо можно какую-нибудь картинку нажать. В общем, скроллить. Мы сделали картинку немножко прозрачной. И можем нажать кнопку записать, там оставить заявку. Дальше, дальше, дальше давайте пультом. Слайд презентации может быть во весь экран. Например, вот так. Ну, и вот такого плохого качества бывают, проходят вебинары. А вебинар можно вести вот в таком качестве, в котором я сейчас записываю. Ну, вот примеры наших видео, нашей видеостудии. Это МГУ писали, это я. И это, собственно, вот такие возможности. Как это все работает? Примерно вот так схематично это все выглядит. То есть сзади меня фон, светильники, передо мной такое сенсорное стекло, грубо говоря. И прямо сайт-камера с монитором. Аренда видеостудии. Вот так вот я сейчас возле такой доски стою. И давайте вот несколько картинок посмотрим, как это выглядит. В правом нижнем углу вы видите свет. В общем, такая вот у нас видеостудия. Мы также занимаемся... Давайте-ка, давайте-ка, давайте-ка. Покажем вам вот такую фишечку, что, собственно, мы хотим взаимодействовать. Так, давайте заново, 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 заново. То есть мы хотим настроить такую систему, чтобы это еще можно было выводить сразу же на экран смартфона. То есть если я здесь что-то пишу, да, маркером, то это вы можете подключиться к смартфону. Ну и все, что я здесь пишу, вы будете, ну, зрители вебинара могут видеть это прям у себя в смартфоне. В общем, такая технология. И, собственно, мы хотим поюзать, попробовать новый процессор от Sony, который позволяет делать вот такие фишки. Это новый процессор с нейромодуля. Он еще даже не вышел в продажу. Мы ждем уже два месяца. Ну тут вкратце о подготовке слайдов к такого рода съемкам. То есть формат фона должен быть 3х4, цвет фона черный, фон все равно вырезается. Чтобы сделать стиль фона, нужно зайти в дизайн и выбрать стиль фона. И, собственно, мы получим вот такой эффект. То есть текст станет белым, а фон черным. Очень важны картинки, то есть красивенькие картинки с PNG-шными. Чем лучше ваша графика, дизайн, тем лучше смотрится видео. Ну и, собственно, что еще показать? Ну, вот вы можете вот прям так картинки показывать. Видео это снято без монтажа. И, собственно, все. Все, наверное. Бегите скорее к нам и записывайте вот такое вот видео. С вами был Семен. Спасибо за внимание. Давайте вот это удалим. Приходите к нам в видеостудию. Всем пока. Сейчас нажму вот эту кнопку и запись остановится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok